18 июля в Чучковском районе было неспокойно. Взрывы, стрельба, вой сирен, гул вертолетов. У всех, кто находился неподалеку, наверняка возникали мысли о внезапно начавшихся боевых действиях или масштабных спецоперациях. Но, к счастью, на сей раз опасность условна. Спецподразделения правоохранительных органов и специальных служб региона совместно с сотрудниками Росгвардии приняли участие в масштабных тактико-специальных учениях. В сценарий учений таков. На охраняемый объект проникают преступники с намерением осуществить террористический акт. При попытке захвата террористы берут в заложники работников объекта, а часть нападавших пытается скрыться в лесном массиве. Учения проходили на нескольких точках. Их финал развернулся на полигоне военной части Чучковского района. Сейчас мы находимся в самом центре проведения спецоперации. Пусть опасность сегодня условная, бойцы спецподразделения работают по максимуму с использованием новейших средств вооружения и спецтехники. Бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Выстрел» под управлением бойцов ОМОНа и СОБРа Росгвардии участвуют в последней фазе спецоперации по преследованию и задержанию преступников, которые продвигаются к населенному пункту. Помимо наземной техники в учениях принимают участие многоцелевые вертолеты Ми-8 и личный состав мобильного отряда особого назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. Экипажем одного из вертолетов ведется ответный огонь по противнику, второй осуществляет высадку десанта. Сейчас вертолет Ми-8 производит высадку воздушной поисково-штурмовой группы на площадку десантирования штурмовым способом с режима зависания. Главная задача не допустить продвижения преступников в сторону населенного пункта Дубровка. Высадка десанта проводится на предельно малых высотах, что требует высокого мастерства пилотирования. Главной целью данных учений является отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции на охраняемом объекте. По окончании учения заместитель командующего Центральным округом войск Национальной гвардии России генерал-майор Игорь Гетманов отметил, что действия личного состава были слаженными, высокопрофессиональными и соответствовали существующим реальным планам обороны охраняемого объекта. Вы видели, что работаны вопросы взаимодействия, потому что применялась авиация, авиационные подразделения, применялись подразделения специального назначения войск Национальной гвардии. Это у нас отряды СОБР и ОМОН. Ну и вопросы взаимодействия непосредственно с УКСИН по Рязанской области. Данные мероприятия нужны, дабы в случае они не исключены в проведении юсёно-разведанных группами попыток проникновения. Видите, какой блок получается по взаимодействию, организации действий, дабы предупредить данные попытки. Всего в учениях приняло участие порядка 200 человек. По окончании проведения учебной спецоперации личному составу были вручены почетные грамоты и ценные подарки. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова